ребят здорово этот видос называется 18 ошибок начинающих предпринимателей почему я его снимаю да то есть я с трудом могу назвать себя с большой натяжкой каким-то предпринимателем можно назвать меня инфобизнесменом но по большому счету мне для до крутых предпринимателей как раком до китая я этому постоянно учусь я хочу в этом развиваться в этом направлении значит смотрите как мне пришла идея накидать себе сценарий этого видео я тут сидел ел арбуз зимой феврале в таиланде да и в москве холодно и мороз и слякоть и грязь и прочее хотя грязь и тут тоже вот я подумал что блин вот вспомнил то как я торговал арбузами на трассе то есть это был один из моих первых бизнесов скажем так я пытался заработать денег ничем хорошим этот бизнес не закончился прости господи за слово бизнес в отношении его в принципе я вышел в ноль да то есть но чтобы там зарабатывать денег надо было эту точку развивать несколько лет ежегодно каждое лето вставать там стоять с этой машины и так далее это было очень стрёмно да потому что я в свою десятку жигули загружал по 300 килограммов арбузов она вот так вот у меня ехала скребла жопой я приезжал там на трассу и в общем у меня там была такая специальная фигня мы сделали из досок и я там торговал арбузами вот такая фигня и тут я сидел и вспомнил что да когда-то я торговал арбузами на трассе а сейчас я допустим могу себе позволить провести все там допустим холодный период времени где-то на море в теплых краях я решил попробовать честно я не в восторге потому что здесь очень много чего отвлекает там жена на море зовет еще что-то и в принципе зато ну как бы если это видео про бизнес давайте как бы я сейчас еще приведу примеры с тайским бизнесом да значит смотрите ребят чем мне не нравится в таиланде да то есть здесь мне не нравится тайцы потому что они в основном в большинстве своем не хорошие не добрые не позитивные нифига и все хотят тебя наебать вот это мне очень сильно не нравится и соответственно и бизнес у них примерно такой же то есть какой-то одноразовый возьмем просто два примера ну то что в каждом кафе нет никакой клиента ориентированности вообще да то есть там даже не моют ложки ну как бы зачем их мыть вот так сделал и жрешь при том что здесь хреново тучи всяких там инфекций все прочего здесь везде обсчитано очень много где обсчитывают например когда мы были большой там компании всей семьей на пхи-пхи абсолютно каждый раз когда мы шли в кафе обедать потому что нас несколько человек шесть человек да и то есть все все заказывают там большой большой длинный счет то есть и абсолютно каждый раз была такая фигня что так сейчас батарейка что нам добавляли в наш счет какой-то какую-то чужую короче какой-то чужое блюдо еще какое-то и когда мы и причем писали это на тайских заковичках и когда мы проверяли и говорили у меня вот жена она умница она все это проверяет она такая так а чё это ссори я ну как бы что за блюдо и у них был везде и всегда один тот же скрипт сори сори короче они все время пытались наебать мне так это не нравится просто сделайте нормально и вот абсолютно насрать придешь ты к ним следующий раз или нет вот у них уже такой менталитет что касается прачечной мы сдали белье полотенца в прачечную едем мимо этой прачечной у меня жена говорит вов там полотенце горит лежит прямо на асфальте ну как бы ну ладно это таиланд она не ты не понял это наше полотенце это твое полотенце которым ты вытираешь себе лицо и жопу блин я разворачиваюсь подъезжаю к ним говорю ребят что за херня как так причем ну без агрессии они так берут вот спокойно схлапывают его обратно вешать причем никаких прищепок который стоит 20 бат ничего то есть вот удивительно я говорю так не пойдет типа во-первых она сейчас опять упадет во вторых как было ну вы охуели она в общем в итоге ситуация кончается так что мне швыряют лицо это полотенце швыряют деньги говорят давай уебова и так далее то есть я еще и виноват вот такой вот у них тут бизнес с это как бы была предыстория к видео которое будет сейчас рассказывать я хотел со своей точки зрения со своего какого-то видения далеко ну миссис предпринимателей я в самом низу скажем так да то есть но я могу уже что-то сказать что что-то понимаю если меня сравнить с каким-то наемным рабочим допустим вот и у меня есть для вас список из 18 ошибок о которых сейчас мы коротко поговорим значит первая ошибка начинать не с того конца очень многие сначала пытаются снять там какой-то крутой офис купить себе крутейший компьютер крутейший там кондиционер от делать ремонт напечатки то супер визитки где написано сука бог там не знаю и так далее купить какие-то себе там дорогие ручки это все неправильно то есть это все бред потому что вы начинаете не с того конца безусловно какой-то концепт бизнеса должен быть до какой-то может быть продуманный там небольшой брендбук но допустим если эта товарка у вас то вы обязательно должны сделать следующее вы должны сначала найти себе клиентов и должны сначала создать спрос то есть вы сначала даже увидеть этот спрос изучить его понять что клиенты есть они хотят купить а потом уже думать как все это реализовывать как это все продать следующая ошибка 2 она очень тесно связана с первой это перфекционизм то есть история следующая значит в чем перфекционизм в том что многие хотят сделать идеально многие хотят чтобы сразу сайт был крутой чтобы сразу была там такая-то воронка чтобы сразу был такой-то там отдел маркетинга то есть они хотят сделать сразу идеально такого не бывает бизнесе постоянно приходится что-то менять что-то пробовать то что работало год назад она может не работать через год и так далее и тому подобное то есть перфекционизм это враг лучше сделать хоть как-то да то есть это будет хоть как-то пыхтеть и вы уже на этом будете что-то регулировать чем мы ждать когда вот я сначала сделаю все идеально потом запущусь в одной из моих книг написана история про одного товарища у которого который делал сайт как продающий курсы потому как печь пироженки там какие-то для женщин то есть вот и он около года этот сайт видоизменял снимал какие-то там дорогущие видео потом думал что нет это видео не такое надо снять другое то есть он там пытался сделать идеальную каждую кнопочку при этом он так и не протестировал так и не запустился объясняя это тем что вот сейчас пока еще рано я еще не сделал идеально но в его случае мы обнаружили то что есть страх страх неудачи страх того что что-то может не сработать да и именно из-за этого страха он так и откладывал процесс запуска процесс тестировки тестирования этого сайта поэтому перфекционизм есть ошибка дальше ребят третья ошибка ну многие идут в бизнес из наемной работы да и ошибка в том что вы полагаете что если вы например вы парикмахер и теперь вы будете работать на себя что вы думаете что все сука конец рабству теперь я буду забирать все деньги себе я же крутой парикмахер теперь ко мне будут идти все эти клиенты и так далее вы реально думаете что вас бы ваш бизнес будет основан на том чем вы занимались раньше то есть а вы по итогу сталкиваетесь со следующим что оказывается нужно еще и думать где взять клиентов оказывается нужно еще и заниматься маркетингом какой-то бумажной работы налогами организацией то есть рекламой бухгалтерии прочим 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 говном которому вы были просто не готова потому что вы думали что сейчас я просто пойду стричь людей самостоятельно и все и конец моему рабству это ошибка ошибка думать что будет так если ребята вы не готовы к тому что большинство вещей которые вы раньше не делали вам придется делать и делать это самостоятельно первое время то тогда наверное лучше лучше и не пробовать то есть это и есть ошибка неготовность к тому что будет не так как на наемной работе следующая ошибка она же отговорка и способ самооправдания то что нужно много денег естественно когда у вас есть деньги стартануть гораздо проще гораздо легче все можно вот так по щелчку сделать но когда их нет как бы все равно нужно что-то делать и многие не начинают свой бизнес думаю что для этого нужны какие-то колоссальные деньги смотря конечно какой бизнес но если вы хотите открыть что-то небольшое или какой-то сайт интернете сделать для этого не нужно колоссальное количество денег все эти деньги вы легко можете найти это не проблема было бы желание значит смотрите если нет денег тем более максимум задач вы должны делать сами во первых вы а научитесь б вы будете понимать как устроены процессы и c да вам придется до хрена работать и особенно первое время значит да кто-то говорит я гуманитарий я там в цифрах не понимаю меня например была двойка по математике в школе всегда двойка и ставили тройку только в четверти в конце только потому что у нас наша директриса она же математичка она очень любила наш класс именно наших мальчиков может она не знаю может и мы нравились там или что-то еще но она говорил вот у нас такие мальчики в этом в одиннадцатом а в десятом а самые классные самые красивые самые такие там правильные порядочные и так далее вот и соответственно только поэтому я вывозил поэтому ребят если вы гуманитарий вам придется столкнуться с цифрами следующая ошибка 5 до многие хреновые предприниматели вот эти вот которые так себя называют они хотят лишь только руководить даться не хотят замарать руки у людей есть какой-то странный стереотип что если я предприниматель то у меня много денег я ввожу рукой руководитель же я да то есть я там раздаю приказы команды я на бали там или хуй знает в таиланде где-то еще нет ребят то есть как я уже сказал что почти все процессы вам придется делать первое время наверное если у вас нет денег самому его в эти процессы вникать контролировать все эти процессы переделывать за вашими какими-то под подчиненными сотрудниками много 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 чего еще хотя бы потому что вы будете рано или поздно смотрите ребят нанимать персонал да и вы обязаны в своем бизнесе знать всю систему каждый шаг каждое действие по возможности по максимуму это мое мнение чтобы вас даже в крайнем случае потом не обманули потому что есть какие-то специалисты которые будут вам пари что они делают нужный объем работы на сам я не делать совершенно не нужный объем работы иногда бывает такое я значит продавал пластиковые окна то есть я стал дилером одного завода этот завод в прямом смысле слова производил кривые мой мне кажется сейчас существует еще ты сейчас производит кривые окна вот и значит история следующая что я работал в этом заводе по продаже пластиковых окон и завод у меня был такой заказ большой коттедж это там один из первых заказов я сам накосячил потому что я не проверил эти окна которые должны были из контроля качества выходить в хорошем состоянии вот в итоге я приезжаю на объект я не проверил ни монтажников как они сделали ничего то есть мне звонит собственница объекта говорит чувак у нас тут окно кривое когда она нашла одно все понеслась в общем в итоге там была куча нервотрепки полный пиздец и то есть по факту с завода привезли кривые в прямом смысле слова пластиковые окна просто кривые то есть как это не странно они бывают кривые вообще кривые от слова совсем второй момент мои монтажники которые могли бы позвонить да и сказать вам тут кривые окна может не выставить они не позвонили но это мой косяк я не проконтролировал и в итоге в общем это все ничем хорошим не вывелось следующая шестая ошибка нежелание вкладывать деньги и не готовность легко с ними расставаться ребят если у вас нет денег и очень маленький бюджет это все вы все равно должны будете готовы к тому что какие-то деньги надо будет вкладывать и часто бывает такое что первое время денег вкладывать нужно будет достаточно много то есть я имею ввиду что в том в том количестве которые у вас есть то есть если у вас есть там 10 тысяч рублей значит и иногда бывает нужно будет вкладывать и все 10 и 11 и так далее весь объем который у вас есть возможно вам придется много раз отдать следующая ошибка значит нежелание постоянно думать и развивать бизнес то есть порой мне приходит какие-то идеи в самых неожиданных местах есть люди которые думают час я быстренько сделаю там не за поставлю парикмахерскую и все и будет мне счастье нет ребят то есть постоянно нужно развиваться постоянно нужно мониторить конкурентов постоянно нужно будет улучшать что-то потому что я вам советую записывать все идеи где бы не находились здесь у меня например они как назло начинают лезть в голову в бане или в ванной ванной еще ладно когда я в бане я иду там голый вот в шапочке в сейф беру либо телефон либо прошу какой-то кулачок бумаги с ручкой на баре начинаю записывать свои идеи к сожалению или к счастью они приходят мне тогда когда мне немножечко не до них следующая ошибка 8 вы нацелены только на получение но не на отдачу вместо того чтобы думать о качестве услуг да то есть какой-то клиента ориентироваться о том как еще улучшить вашу услугу или ваш товар многие думают только о том как срубить бабок конечно здесь это все выглядит как высокопарные слова но даже не при том что типа вот вы не пионеры вы не непорядочные люди вы типа пытаетесь только заработать но ничего не хотите отдавать я даже не про это а про то что когда вы настроен только на получение у вас будет избыточная мотивация вы будете очень сильно хотеть заработать больше больше получить бабок я постоянно с этим сталкиваюсь пытаюсь убить в себе это говно то есть каждый из нас наверное с этим сталкивался и убивается она только тогда когда я начинаю садиться и думать как мне еще улучшить свой тренинг улучшить свой продукт дальше ребята значит девятая ошибка бросать после первой же неудачной попытки ваше начинание ваш бизнес но это ежу понятно если у вас не получилось сразу ты не знаешь что она вообще не идет что это плохой бизнес что это ниша не так клиенты не те это значит что вы сделали как не так и вообще было бы странно если у вас что-то получалось прям сразу то есть скорее это исключение чем правило случае меня и моего бизнеса в плане тренингов то есть если это можно так назвать потому что по большей части это самозанятость сейчас они бизнес то у меня было огромное количество попыток в как-то его развитие улучшить и 90 процентов из них реально кончались ничем хорошим не кончались кончались какой-то это провал значит следующая ошибка 10 корона очень многие из вас не хотят учиться да то есть и ну как бы самое главное что нужно делать нужно спрашивать у тех кто больше зарабатывает ваши ниши в других нишах как вы это делаете человек у всех в принципе людей учиться то есть но люди не особо готовы сейчас учиться особенно молодежь все хотят развлекаться поэтому ну и плюс еще у кучи народу психологические проблемы мы все такие охуенные что мы сами кого хочешь научим и вот это ваша корона также как и в пикапе также как и везде когда вы думаете что нет вы что не дай бог сука кто-то узнает что у меня проблемы с девками я лучше буду всем ходить и себе в первую очередь врате говорит что не у меня все круто я сам вас научу я сенсей поэтому если вы не хотите снимать корона но хрен знает куда вы продвинетесь в жопу засовывайте свое эго в жопу засовывайте свою корону в этом ошибка причем учиться ребята если же мы говорим об обучении нужно не только в профильных сферах конечно же нужно проходить профильные какие-то тренинги учиться в качестве наставников брать уроки у каких-то бизнесменов и так далее нужно еще учиться в других параллельных сферах то есть очень хорошо например помогает мой тренинг тренинг практика он помогает прокачать такие навыки как коммуникация стрессоустойчивость умение настаивать умение общаться умение презентовать себя умение обрабатывать возражения умение значит вести так так называемую работу с так называемыми холодными клиентами потому что женщины это можно сказать те же самые холодные клиенты когда вы берете трубку и звоните кому-то продаете тут тоже самое вы подходите пытайтесь продать себя в хорошем смысле слова хотя женщины в отличие от клиентов которым вы иногда звоните и говорить алё привет а вернее там здравствуйте компания такая-то как пошел нахуй женщины они чаще всего ждут когда к ним подойдут хорошие парни классные парни то есть тут наоборот даже проще ребята такой навык как умение брать ответственность на себя опять же это за себя на себя и вообще за все свои действия за все что с вами происходит вы единственная причина того что с вами происходит и этот навык у нас очень хорошо прокачивается на тренинге практика это ключевой навык для того чтобы попасть на тренинг практика в москве который прокачать и не только по женщинам и прокачать все твои стороны твоей личности лучшие мужские качества и лучшие мужские стороны личности записывайся под этим видео ссылка здесь внизу бронируй места заранее осталось мест не так много этот тренинг пройдет обязательно с тобой или без тебя тебе надо туда просто успеть дальше значит одиннадцатая ошибка искажение ожиданий так называемая да то есть искажение сроков может быть что вы думаете что он у вас насчет выстреливать ваш бизнес через месяц они через год завышенные какие-то ожидания что вот я думаю что мне будут нести столько-то столько-то то есть конечно и то и то крайность если мы говорим о пессимизме что типа ну наверное никто не возьмет тут надо больше работать то что туго и тяжело работать там через десять лет мы окупимся это тоже некая крайность только в минус здесь скорее надо пытаться быть реалистом и отталкиваться от каких-то показателей рынка чем завышать какие-то ожидания вам потом будет меньше больно если что-то не срастется просто спокойно делайте без завышенных ожиданий значит двенадцатая ошибка сливать максимальные бюджеты в рекламу сразу же нужно тестировать ребят у меня было такое много раз когда я это я про следующую ошибку расскажу да то есть когда я обращался каким-то рекламщикам и они с меня брали большие деньги я им пытался сразу там как бы сейчас мы туда вложим в этот трафик и так далее в итоге фишка в чем что всегда надо тестировать на маленьких бюджетах если мы говорим о какой-то рекламе причем как оффлайн таков и онлайновский онлайновский в первую очередь да то есть если это интернет реклама и соцсети то обязательно небольшие бюджеты и должно быть много разных вариантов рекламы то есть это должны быть какие-то абэ тесты как это было у меня то есть допустим мы ставим рекламу какие-то баннеры 10 штук разных я сам это все придумал сам креативил и такая история что я думал ну вот это точно сработает вот этот самый крутой при мне так нравится а в итоге он ни хрена не работал нифига не конвертировал трафик то есть и люди обращались с баннеров которые просто были полным говном но просто утопии я думал бля вообще как вообще это может работать поэтому ребят обязательно тестируйте чем больше вариантов тем лучше с небольшими бюджетами значит следующая ошибка тринадцатая слишком переоценивать сторонних специалистов которых вы пригласили или наняли для того чтобы они сотворили чудо скажем так то есть и реально этой ошибку можно назвать так что думать что кто-то сейчас придет и настроить мне трафик идеально или сделает мне прям поток клиентов или выстроит какие-то за меня штуки то есть есть люди талантливые но как правило они точечно чем-то занимаются они в комплексе что сейчас мы придем и сделаем кучу трафика я охренеть сколько раз на этом обламывался я унес большое количество денег всяким мошенникам которые просто говорили что мы сейчас все это сделаем и в итоге результаты было ноль причем некоторые из них реально выглядели даже как фирма и я приходил там была целая фирма то есть там был целый этаж где много кабинетов я думаю вот это ни хрена себе вот они точно все могут и в итоге хер то есть они просто берут с тебя бабки и ни хрена в итоге на на выходе нет никакого выхлопа то есть такое может быть к этому надо быть готовым поэтому не спешите награждать их внутри своей головы какими-то супер регалиями не спешите давать им сразу вперед деньги да потому что сейчас современная российская действительность к сожалению такова что очень полно долбоебов и мошенников которые нихрена не умеют делать свою работу да но при этом они очень круто себя смогли продать или позиционировать в интернете что я там супер маркетолог приходите ко мне сейчас будет чудо и всякие наивные тёлочки которые думают ой да я же не хочу работать я просто хочу иметь самон красоты или что-то еще то есть они идут к этому товарищу в итоге никто не нук сказать никто не в плюсе потому что его потом ищут или пытаются вернуть у него деньги он где-то скрывается или просто говорят идите в жопу эти телочки сидят и плачет потому что они надеялись что он сотворит чудо чудес не бывает здесь ребят вы сами должны это понимать дальше значит смотрите 14 ошибка лень и неготовность вкладывать чрезмерное количество ресурсов многие думают что бизнес это примут ну как в сказке да здесь нужно понимать что вам придется работать намного больше чем вы работали где-то на дядю где-то в какой-то организации там вы причем исполняли свой круг обязанностей то есть вы делали то что вам дают ну иногда вас нагружали еще какой-то хернёй вы бухтели но все равно делаете но этот круг обязанностей был в одном секторе он был привычный для вас вот здесь же здесь же значит в бизнесе будет не так вам придется все делать самому как я уже сказал и вы реально готов должны быть готовы к тому что вы будете работать хреном у тучи времени без выходных без проходных с утра и до ночи почему вы сейчас ребята там где где вы сейчас почему в многих из вас сейчас ваши результаты не устраивает только потому что вы сейчас вас в эти результаты привели какие-то действия которые вы делаете до этого или без действия и единственная причина почему вы сейчас здесь или там как-то где-то вот там вот вот за телефон только в том что вы совершаете продолжаете совершать те же самые действия вы не вылазите из зоны комфорта до Вы делаете то же самое. И ваши задачи сейчас, ребят, начать делать что-то другое. То есть, если вы сейчас не можете бросить работу или что-то еще, постарайтесь 30% своего времени и ресурса уделять тому, что вы делаете сейчас, и 70% новому. Хотя бы в начале наоборот 30 на 70, но постарайтесь сделать новые действия. То же самое с девушками. Вы не хотите вылезать из комфорта, но вы, сука, хотите другие результаты. Интересно, других результатов не будет. Поэтому, опять же, я приглашаю вас на свой тренинг практика. И на моем тренинге вы будете делать непривычные вам действия, не в привычном вам огромном количестве. Но суть в том, что эти действия дадут принципиально новые и другие результаты. Ссылка под этим видео. Записывайтесь, занимайте себе места. Значит, следующая ошибка, 15. Неготовность отказаться от многого ради результата. Ну, это примерно то же самое, что и в предыдущей. Это к вопросу о том, что вам, скорее всего, придется какое-то время ходить, может быть, даже на работу. И при этом делать какие-то еще и новые, какие-то дела в вашем новом бизнесе. Причем и делать это, скорее всего, после работы и выходные. Почему вы не хотите этого делать? Почему вы делаете прежние какие-то свои вещи, которые вы всегда делали? Потому что это привычно, это комфортно, это привычная протоптанная тропа. Так, следующая ошибка, 16. Сжигать мосты. То есть, я когда-то эту ошибку совершил. Никогда бы сейчас не рекомендовал вам этого делать. То есть, я работал в такой организации, которая называлась Newton Systems. Мы продавали под систему, под вентфасады. Ни хрена никто их не брал, потому что был кризис. И потому что они были дорогие из нержавеющей стали, а строители не любят усложнять. То есть, у нас в России реальность строительного рынка немножко другая. Люди хотят купить подешевле, поставить, подписать все какие-то там надзорные бумаги и сказать, окей, все, мы сделали. То есть, где-то в Москве, наверное, строят по-другому. Но в обычных городах все не так. И, соответственно, по поводу сжигать мосты. В какой-то момент, когда я уже понимал, что нам еще три месяца задерживают зарплату, потому что начался кризис в строительной области. И, то есть, при этом мы еще выдергивали хоть каких-то клиентов с таким дорогим товаром и всем прочим. Да, то есть, и плюс наш руководитель всегда говорил, что у нас есть политика, мы никогда не даем откаты. Я, конечно, тоже не за откаты, да, то есть, но, к сожалению, как я уже хочу сказать, что строительный рынок такой, что очень много держится на откатах. И все равно эти снабженцы, которые там закупают какие-то материалы на стройку, они все равно себе, себя в обиду не дадут. Вот, кто бы что ни говорил. И на одном из корпоративов коммерческий директор нажрался и, цитирую, говорил, давайте ебашить на нашу компанию. И все такие, да, и я такой сижу и думаю, нет, погодите, какой да, я уже там три месяца не получаю зарплату. При этом нас пригласили в Нижний Новгород на корпоратив, в центральный офис, вместо того, чтобы просто хотя бы там премию к Новому году накинуть или там зарплату вовремя выдать. И я в тот момент сказал себе, что это последнее место в моей жизни, когда я где-то работаю на кого-то, лучше я буду там работать на себя, неважно как. После этого было очень много всякой жопы, я работал на стройках и сам, и нанимал людей. И были моменты, когда я вообще сидел без денег и пробовал себя в других, куче других сфер. Но, как бы, могу сказать, что тогда я сделал такую, знаете, молодежную такую вот какую-то юношескую, с юношеским максимализмом ошибку. Потому что, возможно, надо было работать там, пытаться им что-то продавать, да, и потихонечку, потихонечку выдумать что-то свое. То есть, это было последнее мое место на дядю. До этого было, ну, хрен знает, штук 14 рабочих мест за, там, примерно, допустим, за 7 лет. Вот, это меня не характеризует, ни плохо, ни хорошо, и даже точно не хорошо, потому что я бегал с места на место, то есть, что-то мне не нравилось. Вот, поэтому, ребят, возможно, что вам не стоит сжигать мосты так, как это сделал я раньше. То есть, соответственно, и вообще, в принципе, может, не стоит заниматься бизнесом, потому что на наемной работе в некотором роде намного проще. Значит, и последняя ошибка, думать, что бизнес это нечто постоянное, да. Что, мол, вы сделаете что-то, приложите какие-то усилия, 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 все запыхтит и заработает, и можно будет вот так вот сидеть и пинать хрен где-то там на пляже. Все равно есть конкуренты, есть реалии рынка. Рынок очень модернизировался, да, то есть, сейчас уходят какие-то там способы рекламы, то есть, автоматизация какая-то и так далее приходит на смену. То есть, вам все равно придется все время бежать, как бы это там банально не звучало, из какого-то контакта вырезанная теория, когда, типа, если хочешь стоять на месте, хотя бы даже только тебе нужно бежать. Да, на самом деле, я считаю, что это так. Так, если вы расслабляете булки, то не сразу, но на дистанции начинается какой-то спад. Вот, и самое главное, наверное, ребят, 18 ошибка, да, то есть, это отсутствие системы. У меня такая ошибка присутствует тоже, но я сейчас ее пытаюсь максимально решить. То есть, если вы делаете ставку на человека, но не на систему, то бизнес изначально уже такой, скажем, опасный, он провальный. Вот, поэтому должна быть система, во всем система. Люди уходят и приходят, что-то меняется, но система должна работать без вас, иначе тогда вы рискуете порваться, когда у вас есть система, которая работает в конечном итоге почти без вас. Тогда вы можете уже когда-то через сколько-то времени, через сколько-то лет расслабиться. То же самое, что и с женщинами, да. Если у вас в голове нет понимания, как это делается, вы любую неудачу с женщинами считаете, что это какой-то злой рок, это она динамщица, то есть, не повезло, то есть, мы не сошлись характерами, господицу, блин. Если вы считаете, что там виноват кто-то, не понимаете элементарных законов человеческого общения, то есть, если у вас нет системы, как сделать так, чтобы подойти, познакомиться, соблазнить, пойти на свидание, жениться, построить отношения, рожать детей и так далее. Если не будет системы, ничего хорошего не будет нигде ни в одной сфере. И для того, чтобы эту систему вам, ребятушки, в голову засунуть, во всяком случае, я не тот, кто должен давать вам советы про бизнес, да, но я подумал, дай-ка я расскажу свой опыт. Он вообще не является каким-то там грандиозным, то есть, ну, если меня сравнивать с чуваком из ПТУ, которым я был какое-то время назад с кучей тараканов и 5 рублями в кармане, то да, я сильно продвинулся. Но если меня сравнивать с нормальными бизнесменами, то я кусок говна, конечно же, ребят. Но в чем я реально разбираюсь, это в общении с женщинами, в соблазнении, в знакомствах, в построении отношений, в проведении свиданий, в том, как из человека, у которого нет девушки, или который как про себя вы думаете, что я не нравлюсь девушкам или что-то, за короткое время может трансформироваться в человека, который будет очень востребован у красивых женщин, который будет знать, что с ними делать, который сможет выбрать себе самую лучшую. В общем, я тот, кто может очень сильно улучшить вашу личную жизнь. Приходите на тренинг практика в Москве, я вас жду, ссылка под видео. Все, пока.